Обращение Имам-Ли-Рахмона к жителям страны по случаю наступления зимы. Таджикские мам-Хатыбы едут в Россию. В Таджикистане растет число гомосексуалистов. Вот уже на протяжении нескольких лет перед наступлением зимы, президент Таджикистана, проявляя мнимую заботу о населении страны выступает с обращением к народу, в котором он дает определенные указания соответствующим госорганам и просит жителей страны запастись горюче-смазочными материалами и продуктами питания на зиму. Насколько это возможно реализовать, учитывая положение многодетных семей в Таджикистане и размер их доходов? Ведь средняя семья состоит минимум из 5 человек, а размер средней зарплаты по стране равняется около 150-200 долларов. «У меня нет достаточно места для хранения продовольствия в тесной трехкомнатной квартире, где сейчас проживает 6 человек», — говорит житель столицы Мородбек Шакиров в интервью репортера информационного агентства «Азия Плюс». Да и реально ли это — запастись продуктами на 4-5 месяцев, когда у многих зарплата не превышает 200 долларов? Я вот, например, могу обеспечить семью лишь месячным запасом необходимых продуктов — муки, масла, сахара, картошки. «У меня нет возможности покупать больше. Такие советы правительство должно дать своим структурам, которые занимаются госрезервами, а население никак не в состоянии запастись продуктами на длительный период. Это нереально», — считает таджикистанец. «В ближайшее время по поручению правительства Таджикистана группа таджикских имам-хатыбов поедет в Россию для распространения умеренного ислама среди трудовых мигрантов», — сообщил Хусейн Шакирзада, председатель комитета по делам религии. «Сейчас в Россию готовятся к отправке группа имам-хатыбов, которые будут проводить просветительскую работу среди наших мигрантов», — сказал «Напомним, что о необходимости работы таджикских имам-хатыбов среди таджикских трудовых мигрантов в России неоднократно заявляли представители одного из духовных управлений мусульман. Они, по всей видимости, заметили, что не оказывают никакого влияния на мигрантов, что, в принципе, неудивительно, так как они уже не оказывают влияния вообще ни на кого, в том числе и на местных мусульман. Эксперты отмечают, что данная затея, вероятно, также обречена на неудачу, так как таджикские правительственные имам-хатыбы точно также потеряли доверие населения Таджикистана». МВД и Генеральная прокуратура Таджикистана составили список лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в которую входят около 370 человек. Данная категория лиц взята на оперативный учет в связи с уязвимостью группы. Как пишет журнал «Кануният» «Законность» Генеральной прокуратуры Таджикистана в ходе операций с условными названиями «Ахлок» «Нравственность» и «Тазаку» «Нечистка». Собеседник Хабархо, таджикский блогер и политический обозреватель Умар Фарси прокомментировал ситуацию следующим образом. «Появление людей нетрадиционной ориентации для страны, где более 90% населения является мусульманами, является нонсенсом. Я не исключаю, что эта цифра будет расти при нынешней тенденции. На самом деле появление извращений является результатом порочного секуляристского режима Рахмона, который борется с исламом и пытается навязать народу демократические ценности, которых сам, впрочем, не придерживается. Также Фарси отметил, данная тенденция является общемировой, то есть проблема не просто в Рахмоне, и одной сменой персоналий тут не помочь, проблема кроется в самой системе секуляризма, поэтому необходимо изменять не только режим Рахмона, но и саму притворяемую в стране систему.